Друзья, всем привет! Сегодня вторая часть эпопеи борьбы с нитчаткой в моем пруду. Третий год я никак не могу с ней справиться. Что только не пробовал, дорогую химию и биологические средства, и затемнение ничего не помогает. Последняя надежда моя, это препарат от компании Изол. Называется Феденалген Вернихтер. Порошкообразная перекись водорода плюс альгицид. Активный кислород выдирает всю нитчатку со дна и поднимает ее на поверхность. Далее активные бактерии ее полностью разлагают. Так, сейчас мы сделаем небольшую подмену воды. Сольем примерно около 1 кубометра и на ночь добавим свежеводопроводную. Так как здесь вода неоталая, плюс шли активные дожди в июне. Поэтому жесткость у нее очень мала, около 2 градусов. Надо не менее 5 хотя бы, чтобы было. Также возьмем пробирочку, нальем туда водички, положим немножко нитчатки. И посмотрим в режиме реального времени, как она работает и через сколько она погибнет. Так, прудик заполнился свежей водичкой. Жесткость 6 градусов. ПАЖ в норме. Так, сейчас будем бороться с нитчаткой. В первой половине дня вносим порошок. Мы понаблюдаем. ПОЗОРЫВАЙТИКС 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 Прошло 15 минут. Средство полностью подняло начатку к поверхности воды. Видно, я думаю, что микроорганизмы, которые в воде, двигаются хаотично. Их ничего не тревожит. Так что средство абсолютно безвредное для рыб и растений. Друзья, прошло всего 10 минут после внесения. Смотрите, что творится. Менчатка просто открывается от дна и всплывает на поверхность вместе с какой-то пеной. Смотрите, что творится. Смотрите, что творится. Смотрите, что творится. Смотрите, что творится. Друзья, многие рекомендуют, что лучшее средство от водорослей – это биоплато. Я сам об этом знаю. Я бы давно его сделал, но у меня пруд находится на склоне. Здесь высоко, а там низко. Поэтому, чтобы его сделать, здесь надо очень много переделывать. Очень много сил, времени и, естественно, денег. Также покупать надо пленку. Клей специальный доклеивать, что-то сооружать. Тем более там уже засажены и елки, и туи, и папоротники, и выживельники. В общем, не вариант. В голову такая мысль пришла. Так как здесь у меня вот мелководие, выложить стенку, не доходя до того берега, где-то сантиметров 30, чтобы выше воды. Насыпать сюда какой-нибудь земли, глиной. И здесь полностью высадить растениями. И здесь получится небольшой биоплата площадью примерно 2, а может быть 2,5 метра квадратных. Друзья, прошло 24 часа. Нечатка половина растворилась, половина стала рыжей. Так вот сюда щебеночки еще. Ведерочка 3,4. Ну, кое-где растет ненчатка по стенкам. Ну, она желтая, похожа на рыжую бороду. Поэтому, я думаю, 2-3 дня, и она отомрет полностью. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После долгих мучений получился вот такой результат Сделал я, как и планировал, небольшую биоплату, если так можно его назвать Двойка полноречки растения Вот эти вот ожоги на листиках, да, это последствия попадания средства на листья Производитель предупреждает, что в случае попадания на листья порошка следует немедленно его стряхнуть Я его стряхнул, но был уже поздно Поэтому некоторые листья он прожигает до дырок Вот так с этой стороны Плодичка чистая, рыбкам нравится Рыбок, кстати, наловил на водохранилище с очком порядка 400 штук Это мальки-платвички Вообще, я люблю мелкую рыбешку Потому что они всегда на поверхности, их видно Видите, какая рыбка, она вообще не боится Вот, пожалуйста Маленькая плодичка У меня на этом все, друзья Надеюсь, с этой заразой больше никогда не столкнусь А если столкнусь То в следующем году мне придется сделать полностью перезапуск пруда Слить воду Отмыть все берега Химии какой-нибудь автомобильной Мыть все камни Просушить И наполнить новой водой И только через 3-4 недели Можно запускать рыб Когда установится биологический баланс На этом все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok